Из третьей серии турецкого сериала «И в печали и в радости» вы узнаете, какие планы у Лейлы насчет Сарпа. Будет ли Сарпа позорен прямо на своей свадьбе, или игра «Я тебя не знаю» затянется на долгое время? Удастся ли Сарпу и Лейле скрыть свой секрет? Есть ли хоть какие-то шансы у Адема? Каковы дальнейшие планы Лейлы? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашего видео. Как мы помним из второй серии, у Лейлы был выбор, и она его сделала. Она не стала предавать огласке тот факт, что Сарп бросил ее прямо на их свадьбе. Вместо этого Лейла постарается превратить его жизнь в сплошной кошмар. В третьей серии тайная игра с элементами мести получит свое продолжение. Так, например, придя вместе на работу, Лейла пожелает Сарпу отвратительного дня, а тот в ответ пожелает ей деловую жизнь, полную стресса. Однако с каждым днем скрывать то, что Лейла и Сарп не были знакомы ранее, становится все сложнее. Многие заметили, что они сильно изменились после того, как их познакомили. Кроме того, о том, каково истинное лицо Сарпа, знает Седа. Как уже стало известно, родители Сарпа знают Лейлу, а родители Лейлы знают Сарпа. Спасают только то, что их родители пока не знакомы между собой. Однако от их глаза очень трудно что-то утаить. В третьей серии родители Лейлы постараются подслушать то, о чем разговаривает Лейла и Седа. Мать Сарпа тоже заметит, что с сыном что-то случилось. Она вызовет его на откровенный разговор, но ничего этим не добьется. Когда Сарп через секретаря потребует Лейлу к себе в кабинет, то девушка ответит секретарю, что если ему надо, пусть сам ко мне придет. Тем самым Лейла подорвет авторитет нового директора в глазах его персонала. Сарп найдет выход из сложившейся ситуации и также через секретаря передаст Лейле, что он является заказчиком свадьбы. Именно поэтому Лейла должна прийти к нему сама. Однако проведенные вместе дни продолжают постоянно всплывать перед глазами Лейлы. Вечером она сообщит Седе, что ужинать они будут вчетвером. Та спросит, кто этот самый четвертый. Лейла, которая не собирается влюбляться после случая с Сарпом, ответит, четвертым будет мой парень. Седа очень сильно удивится. Есть подозрение, что Лейла встретится с Адемом, который приехал к ней с серьезными намерениями. Посмотрим, как будет себя вести Орда, когда узнает об этом. Сарп знает, что если Лейла расскажет правду госпоже Аслыхан или Мелисе, то она может лишиться работы. Однако Сарп знает и то, что в случае разглашения информации он может потерять не только Мелису, но и все, что связано с ее семьей. Если Сарп сознается первым, то результат будет тот же самый. Если Аслыхан правду узнает не от Лейлы, то тогда и репутация девушки тоже окажется под угрозой. Интересно, как долго Лейле и Сарпу удастся хранить в тайне то, что с ними произошло пять лет назад? Премьера третьей серии сериала «И в печали, и в радости» состоится на канале СтарТВ 26 сентября в 8 часов вечера. Продолжение следует...